На радость миллионам восторженных фанатов сериала Игры Престолов, спецы по визуальным эффектам показали, как на самом деле снималась эпическая резня в суровом доме, которую считает одной из лучших сцен фэнтези сериала. Поразившись увиденному, я решил, а почему бы нам заодно не пройтись по закулисью других главных кинобоб нашего времени и не разузнать их секреты. Масштабная битва разыгралась в восьмом эпизоде пятого сезона и в ней, судя по тому, что нам показали, участвовали тысячи. Но правда ли на площадку вывели столько статистов? В действительности обширный лагерь представляет лишь горстка актеров да зеленая стена, так называемый хромакей, скрывавшая машины тех персонала. Орды одичалых и прибрежный ландшафт были добавлены цифровым способом. Помните самый первый фильм 1984 года, где киборг Шварценеггер еще был бездушным злодеем и гонялся за Сарой Коннор? Как смешно и нелепо теперь смотрится его неподвижная маска в знаменитых сценах с красным глазом. Но вы ошибаетесь, если думаете, что в наши дни, 30 лет спустя, все спецэффекты создаются на компьютере. В новом фильме «Терминатор Генезис» над опликом Шварценеггера и его дублеров трудились 65 гримеров. И результат, в отличие от первого фильма, выглядит очень натурально. Вот такие штуковины, похожие на яичницу или расплавленный сыр. Сначала наклеили Арни на лицо, чтобы сымитировать рваные раны, сквозь которые проглядывает металлический скелет. Но через некоторое время пластичный силиконовый материал идеально слился с лицом и разрезы заполнили якобы металлом. Та-дам! Перед вами настоящий киборг. Гарри Поттер. Конечно, в нашем идеальном мире замок Хогвартс действительно существует. И туда можно приехать, если не на лекции профессора Снейпа, то хотя бы посмотреть, где это все снималось. Но в реальности приходится мириться с тем, что стены, башни, мосты, которыми мы завистливо восхищались в фильме, это всего лишь макет, хотя и занимающий довольно большую комнату. Чтобы был понятен масштаб, на фоне настоящего замка человек выглядит великаном, куда выше лесничего Хагрида. Но согласитесь, постройка все равно грандиозная. Интерьеры Хогвартса частично снимались в старинных залах и коридорах Оксфорда, частично создавались в павильонах. Кстати, вся мебель внутри башен колонн, которую вы видите на этой картинке, вырезана из картона. Только такой вес способны выдержать хрупкие полы. Однако, о закадровых тайнах Гарри Поттера можно рассказывать бесконечно, а нам пора переместиться на другую съемочную площадку. Форсаж 7. Каждый раз создатели этой гоночно-боевой франшизы поражают нас новыми безумными трюками. Одна из самых дерзких сцен седьмой части – это групповой прыжок из пяти машин из летящего самолета. Особенно поражает, что это не компьютерная графика. Сложнейший трюк провернули на самом деле. Актеры, правда, с неба не сыпались, зато смертельные опасности подвергали себя операторы-скайдаверы. Благодаря которым мы теперь сможем наблюдать свободное падение во всей фантастической красе. Они выпрыгивали из военного самолета перед машинами и вслед за ними увертывались от них и друг от друга, да еще и старались заснять лучшие кадры. Мстители. А этот смешной супергеройский боевик – речь, конечно же, идет о фильме 2012 года. Наоборот, можно считать выставкой достижений комбинированной съемки. Многие эпизоды снимались на классическом зеленом фоне, на котором при монтаже накладывается другое изображение. Кстати, если вы вдруг не знали, именно зеленый хромакей чаще всего используется в кинопроизводстве. Этого цвета, как и синего, нет в тонах человеческой кожи. Звездные войны. Пока мы с нетерпением ждем, чем нас порадует седьмой часть любимой космической саги, давайте вместе заглянем за кулисы первых двух фильмов 77 и 80 года. В отличие от своего героя, болвана-робота Трипио, сидевший внутри актер, Энтони Дэниел, нуждался в живительной влаге. Но так же, как и робот, иногда терял конечности. Мохнатый и рогатый гигант Банта – любимый домашний скот кочевников Татуина. На самом деле, тщательно замаскированный слон. А это исполинский имперский крейсер. Но разве реальность имеет значение? Видя все это на экране, мы все равно верим, что давным-давно в одной далекой-далекой галактике… Великий Гэтсби Роскошные парки, дворец таинственного мистера Гэтсби, озеро, виды старого Нью-Йорка и прочие буйства красок и движения в кадре. Всего этого на самом деле не было. Вот, кстати, пример использования на съемках синего фона вместо зеленого. Он подходит по той же причине несовпадения с оттенками кожи. Безумный Макс – Дорога ярости Этот культовый треш состоит почти целиком из каскадерских трюков. Плюс в нем, конечно, широко применялась компьютерная графика. Например, ночные сцены снимались при ярком солнечном свете. В африканскую пустыню перенесли хребты и скалы австралийского каньона. И практически целиком нарисовали страшную бурю в пустыне со смерчами, молниями и пламенем. А вот как главную героиню сделали без рукой. Все та же зеленая маскировка, там где потом остается только механический протез с пустотой внутри. Ну и напоследок, чтобы никому не было обидно, заглянем на площадку самой эпической российской картины последних лет, где только одни декорации стоили 4 миллиона долларов. Под Петербургом по архивным кадрам были фактически заново отстроены несколько кварталов Сталинграда. Знакомы синих хромакей и маленькие модельки самолетов. Часть уличных сцен, как и трехмерная военная техника, синтезировалась в графическом редакторе. В кадрах с горящими красноармейцами, которые бросались в атаку, использовались компьютерные модели людей, полностью сгенерированные в начальных кадрах и современная Япония после землетрясения. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки и оставляйте комментарии под видео. Подписывайтесь на наш канал.